Транспортная доступность и дорожная инфраструктура – две основные темы, которые поднимались во время открытого диалога жителей пригорода Лесное с представителями администрации округа. Татьяна Киселева, старшая по дому номер 2 по Луговой улице, пришла с просьбой от инициативной группы оставить первым остановочным пунктом автобуса 367 ПШ, пригородное шоссе 30. Недавно запущенный маршрут автобуса – самый удобный для жителей четвертой очереди. Жители конкретно четвертой очереди очень просят оставить начальной точкой пригородное шоссе 30, потому что ранее у нас был маршрут 871 П, который начинался от пригородного шоссе 30, но с заселением новой очереди наш маршрут почему-то переехал. И уже доезжая до нас, наш бывший автобус переполнен. Мы подтвердили, что у нас этот маршрут будет ходить на постоянной основе, и начальная, отправная, скажем так, точка маршрута, будет именно пригородное шоссе 30. В прошлом году на этом маршруте было 40, соответственно, машин на данный момент работает 60. Поэтому я считаю, что это достаточно хорошо разгрузит на данный момент ситуацию с транспортом и поможет. Оксана Нечитайлова из села Молоково обратилась с вопросом о социальной газификации ее дома. Договор о предоставлении услуги был подписан и оплачен два года назад, но работа до сих пор не была проведена. Проблему взяли под контроль. Также Оксану волновал вопрос по образовательным учреждениям. Мы больше шести лет ждем, когда нам введут в эксплуатацию нашу молоковскую школу. У нас она переполнена в несколько раз, и дети учатся далеко там уже даже не в две смены, а уже почти в три смены. Поэтому все очень мамочки хотят, чтобы скорее запустили нашу пристройку, и чтобы детишке скорее, как бы, да, им было там посвободнее. После приема начальников управления служб с местным населением пообщался глава Ленинского городского округа. Станислав Катаров проинформировал собравшихся о вопросах. Которые были рассмотрены во время недавней встречи с губернатором области. В частности, о большой работе по строительству Южно-Лыдкаринской автодороги. В этом году будет запущено и будет работать по прямому ходу. О чем это говорит? Это говорит о том, что дорога по нашему муниципалитету, по Ленинскому городскому округу, будет работать на всем протяжении, а развязки и эстакады будут продолжать строиться. И в следующем году уже будет полностью завершены по нашей территории. Во время прямого...